Девушки отдыхают Отлично, ты знаешь? Ну, я знаю, как это было. Отлично. Ну, значит, круто. Вот, поговорим про дженерики. А? Ну, от дженерики. Супер. Поговорим про дженерики, про вайлдкарды и разные ограничения и так далее. Значит, смотрите, в реальном мире так получается, что в больших проектах, да и вообще в любых проектах, там баги, какие-то ошибки, исключения – это та часть, которая присутствует всегда. То есть, на самом деле, программист, одну из, наверное, продолжительных частей своей программистской жизни занимается тем, что правит баги. Вот, на самом деле, если правильно подходить к проектированию, к постановке задач, может быть, прописывать разные случаи, то можно уменьшить количество багов на старте, но с тем, как вы добавляете новую функциональность или как растет ваш объем кода, баги постоянно увеличиваются. Вот дженерики, на самом деле, это один из способов, то, каким образом мы можем уменьшить количество багов в системе. Например, гораздо проще, да, то есть, на самом деле, баги бывают двух типов. Кто знает, от каких типов бывают баги? Ну, если так говорить, в общем. Отлично, значит. Они у нас в тесте были? Ну, это можно, это, несмотря на самом деле, с какой стороны посмотреть? Соли-баги бывают те, которые мы можем отловить в моменте компиляции. Да, как мы в тесте видели, что ошибка неправильна, компилятор нам подсветил это, мы это исправили. И есть ошибки, которые гораздо сложнее, это ошибки во время исполнения, да, рантайм, эксепшены, вот, которые отловить, на самом деле, довольно сложно. Вот, и они могут возникать при разных обстоятельствах, ну, понятно, при разных условиях и так далее. Вот, получается, дженерики – это некий механизм, который нам дает Java с тем, что мы можем отловить большую часть ошибок или какую-то часть ошибок в моменте компиляции. Вообще, что это такое? Вот, дженерики нам дают возможность проверять наши типы данных сразу на старте, да, то есть, если у вас типы данных, которые вы используете, не бьются, вам скажется об этом эксепшен, и вы пойдете в компайл, ну, то есть, при компиляции все это пофиксить, и будет хорошо. Дженерики – это некий общий инструмент вообще работы, да, с типами данных, да, если мы говорим вообще о их сути. Он позволяет нам, мы не даем точное понимание типов данных, которые у нас есть на старте, да, то есть, в моменте, это нам позволяет писать там более универсальный код. Ну, вот один из примеров, который мы частенько будем видеть, когда пойдем к коллекциями, это в случае дженериков нам не нужен явный кастинг, то есть, допустим, если посмотрим, например, у нас здесь есть некий лист, да, то есть, это некая структура данных, которая умеет хранить в себе там какие-то элементы, вот мы создаем там экземпляр этого листа, ну, и в целом, то есть, в целом, в библиотеке Java, лист – это некая абстрактная сущность, да, которая, понятное дело, не заточена на один тип данных, да, то есть, она умеет работать со всеми, там, со стрингами, там, не знаю, с интежерами и так далее, то есть, она умеет работать вообще с объектом, да, с тип объект, вот получается, здесь мы добавляем строку, да, для того, чтобы нам ее достать, да, нам нужно сделать лист, там, get.0, то есть, мы берем первый элемент, и если здесь у нас есть стринг, да, то есть, мы знаем, что там стринг, нам нужно обязательно всегда кастить к стрингу, да, понятно почему, здесь у нас всегда объекты внутри, так как мы здесь ничего не сказали, и у нас все элементы лист считают, что это объекты, вот если мы в явном виде, да, на нашему листу вот в таких вот круглых, точнее, угловых скобочках скажем, что это стринг, да, то мы, получается, знаем, что у нас все операции и, там, все элементы внутри – это стринг, то есть, мы можем его добавить, если нужно достать, и никакого кастинга не нужно, да, то есть, generic – это довольно мощный инструмент с точки зрения, там, типов данных, которые у нас используются везде, отлично, поговорим про сам тип generic, да, вообще, что это такое? Давайте рассмотрим на примере, чтобы было понятно, вот у нас есть, там, некий класс, который называется box, коробка, да, вот, у нас здесь есть object value, есть два метода get value, то есть, вернуть значение из ящика, да, условно, и туда что-то поместить, вот, кто скажет, в чем здесь есть проблема, в чем проблема этого кода? Нам постоянно придется кастинг значения. Кастинг, хорошо, что еще? Более глобальная проблема. Сложно проверить, что там уже лежит. Что значит проверить, что там лежит? Ну, если мы знаем об этом только то, что оно наследник object, это же мало. Мало для чего? Ну, мало ли, что нам может понадобиться. Ну, какие могут быть проблемы? Ну, смотрите, проблема очень простая. Если вы работаете с object, значит, смотрите, вы можете сюда положить интежер, правильно? Правильно? Можем? Можем. Здесь мы тоже достаем интежер, правильно? Достали. Вот, если кто-то вдруг подумает, что у нас, на самом деле, там лежат стринги, да, то, на самом деле, он может это дело достать, закасить к стрингу, ну, и работать с этим, правильно? И на моменте компиляции мы этого просто не поймем. То есть, получается, что если, допустим, в разных кусках кода работаем с разными типами данных для класса box, то мы заранее обречены тем, что мы положим не тот тип данных, и в следующий раз, когда кто-то достанет и закастит, он выпадет класс castException, и все упадет. Вот. Это, на самом деле, очень плохо, ну, потому что, понятно, это может привести к ошибкам. Вот. Отсюда возникает такая история, как genericTip. Вот. Описывается он следующим образом. Вы пишете имя класса, дальше указываете те типы данных, да, такие некие абстрактные, которые мы будем использовать в рамках этого класса. Ну, например, посмотрим на тот же пример. Мы говорим о том, что теперь у нас box типизирован неким типом T, да, и говорим о том, что у нас вот здесь вот теперь лежит не какой-то object, а ровно этот тип, да, то есть тип T value. И получается, что мы здесь его достаем, ну, там, да, здесь его делаем get, здесь делаем set, и в случае, когда мы, там, допустим, засетим сначала, там, интежер, да, а потом возьмем get value и закасим к стрингу, нас сразу на compile time за это отругают, да, то есть здесь, сейчас секунду, то есть здесь есть четкое понимание того, с каким типом данных мы работаем в моменте, когда мы создали этот box, да, то есть мы говорим о том, что мы создаем box от интежера, компилятор везде в коде пробегается, смотрится, что работает с интежером, где есть касс каким-то другим типом данных, он сразу заругается, и ваша программа даже не запустится. То есть мы отловили здесь проблему на уровне compile time, что в целом очень круто. Да, вопрос был. Это не то же самое, что шаблоны с C. Да, это очень похоже на те же самые шаблоны, там, там, я не помню, как они уже называются. Template, господи, да. В C++ очень сильно похожи, вот, но тут, так же, как есть нюансы, мы, наверное, в конце, по-моему, про них поговорим. Отлично. Да, на самом деле, то, как мы называем вот эти типы данных, которые мы видели, там, вот эти T и так далее, можно называть как хотим, любая последовательность букв и так далее, вот, но в целом есть некие такие конвеншены о том, как это делать. Вот, там, наиболее популярный E, это когда мы, когда мы работаем с элементами, вот, все внутри, там, Java collection, там, листы, сеты и так далее, работает с E. Вот, если мы, там, используем в качестве, там, generic в виде какого-то ключа, то k, если, там, number и так далее, вот, если, там, второй, третий аргумент, вот, там, k, s, u, v, ну, и тому подобное. То есть, в целом, очень понятно, когда у вас, когда, там, в общем, у всего, там, Java сообщества одна и та же, один и тот же нейминг, очень просто разобраться, к чему это относится. Дальше поговорим о generic метод, да, то есть типом данных понятно, мы параметризируем тип, там, класс, интерфейс, абстрактный класс и так далее. Теперь посмотрим, что мы можем делать с методами. То есть, на самом деле, с методами мы тоже самое можем делать, вот, у каждого из них есть свой тип, свой параметр типа, и важное уточнение, что он действует только в рамках этого метода, да, то есть мы вот так, допустим, объявили, вот, сейчас посмотрим, то есть это могут быть статичные, не статичные, там, методы, даже конструктор может быть. И вот один из примеров, вот, у нас есть функция compare, да, которая принимает, у нас два параметра типа k и v, вот, собственно, принимает одну пару, вторую пару и сверяет эти данные. Вот, получается, вот мы здесь вот в явном виде берем наш pair, параметризируем его теми данными, которые нужны, скармливаем нашу функцию и все работает. Да, то есть там, типа, синтаксис и семантика одна и та же, вот, но, тем не менее, мы можем там выносить эти методы, которые, допустим, могут работать с разными типами данных в какое-то общее место и их использовать. Ну, например, там, статичные методы. Очень популярная история, выносить там статичные утилитарные методы в один класс, выносить это все под дженерик, да, и, допустим, вот как вот здесь, да, то есть здесь не имеет смысла нам писать compare для, там, разных, там, string, integer, integer, double и так далее. Проще сделать, там, тип данных generic и туда передавать все, что нам нужно. Да, отлично, bounded type. Теперь смотрите, то есть у нас появился там некое понимание механизма, который работает с некой абстрактностью, сущностью тип, да, мы можем с ним что делать, как-то с ним работать и так далее. Вот в некоторых случаях, на самом деле, возникает желание ограничить, да, то есть наложить некие ограничения на этот самый generic тип и работать с ним только в рамках ограничений. Вот, например, здесь у нас есть тот же самый бокс наш любимый, да, то есть есть там некое значение, которое в нем лежит, мы можем поставить, и вот есть функция run, которая говорит следующую историю, да, что я на самом деле хочу работать, да, только с теми, кто экстендится от класса number, да, кто знает, что такое класс number? Вообще есть такой класс в стандартной Java или нет? А что это за класс? Да, на самом деле это класс, который относятся все числа, да, там, интеджер, там, не знаю, что еще у нас там есть, дабл и так далее. Вот получается, что мы здесь, мы говорим о том, что наша функция работает только с теми, которые экстендит number, да, то есть зачем это нам сделано? Вот, допустим, для таких случаев, что вот мы создали наш бокс, да, от интеджера, дальше что-то в него положили и хотим теперь вызвать функцию run, там, допустим, со строкой. Строка у нас, понятное дело, не является числом, и на моменте compile-тайма нас выкинут, скажут все очень просто, что мы не принимаем строки, идите переписывайте свой код. Вот, то есть здесь мы в явном виде ограничили с тем, как работает функция, и это нам позволяет также, понятно, улучшить нашу логику и уменьшить количество ошибок. Да, отлично, помимо одного ограничения, да, там, extends, мы можем сделать несколько. Ну, вот, например, что у нас, там, тип t, с которым мы хотим работать, он должен extendиться, там, с t1, t2, t3 и так далее, то есть он должен быть прямым, там, каким-то наследником этого класса. Вот, здесь есть важный нюанс, вот, допустим, у нас есть класс а, да, есть интерфейс b, да, и вот есть, там, класс d, который может работать с типом t, который extendится и от а, и имплементирует интерфейс b. Вот, получается, что вот такая вот запись, она только, ну, то есть у нас, получается, в цепочке участвуют и класс, и интерфейс. Вот, если мы напишем тот же самый класс, там, e, и сначала заэкстендимся от интерфейса, а потом от класса, то у нас вылезет ошибка, да? Вот, ошибка означает то, что если мы используем конструкцию множественного ограничения, важное замечание, что у нас первым типом должен идти класс, если он есть, а дальше должны идти интерфейсы. Да, то есть это там, как говорится, по ограничениям Java, что один раз делаем extend и несколько раз делаем имплемент. Здесь, на самом деле, то же самое. Сначала класс, дальше интерфейс. Вот, ну и в методах, на самом деле, мы то же самое можем делать, когда пишем их, тоже можем делать множественные ограничения и работать с ними. Да, теперь идем к подтипам. Давайте посмотрим сразу, например, вот, у нас есть некая функция run с объектом, да? И вопрос, вот, можем ли мы вызвать этот метод и передать в качестве аргумента integer или double? Можем, да? Почему? Да, отлично. Проверяем, да, действительно, то есть у нас integer – это часть, то есть наследуется от обжиг, все работает. Идем дальше. Давайте теперь вставим, вот он, добавляем к нему integer, добавляем к нему long. Получится, нет? Получится или нет? Получится. Да. Почему? Потому что number, да. Хорошо, отлично. Да, то есть у нас действительно, типа, integer – это number, если мы добавили стринг, бы не получилось. Все логично, да, действительно, да. А что вот это за синтакси, что в скобочках там двоеточие какое-то? Это, 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 я понял, это на самом деле копировалось из идеи, вот, и она сразу подсвечивает value, то есть на самом деле вот этой части в основном коде нету. Это просто подсказка. Типа параметры? Да. А почему в этом, в боксе, справа нету вот этого типа? Где, здесь? Справа, да. Здесь можно его не писать. То есть это там с Java 7, можно здесь не писать, он сам понимает, что я беру оттуда. Дальше, давайте теперь посмотрим на другой. Вот, у нас теперь есть бокс от number, вот, можем ли туда передать box integer или box double, как вы думаете? Нет, они не варианты. Что они? Очень хорошее слово, но почему? Ну, вот так, типа, на пальцах. Ну, как вы думаете, можно или нет? Нет, там все говорили да, нет, а здесь что мешает, да или нет? Просто посмотрим, кто прав. Логичнее, если было бы да. Логичнее, если было бы да, да, хорошо. Отлично, на самом деле, действительно, почему нет. Но, к сожалению, нельзя. Это очень важное, на самом деле, замечание, когда работаете с дженериками. И очень важно это понимать, что у нас бокс от интеджера, да, это вообще некий другой такой, знаете, некий другой метафизический объект, который совсем никак не связан с бокс number. Да? То есть вот бокс от интеджера, то есть у нас, давайте, там, не знаю, коробку, там, не знаю, с одним каким-то, не знаю, с чем-нибудь. Да, там, у нас есть яблоки, есть фрукты. Вот так, типа, положить полностью коробку яблок в коробку фруктов мы, к сожалению, не можем, да. То есть у нас, казалось бы, типа, яблоки есть фрукты, да, но когда мы, там, накидываем их в коробку, это уже совсем другие объекты. И вот здесь получается ровно так же, что мы бокс от интеджера не можем поставить в бокс от number вообще никак, то есть это будет ошибка. Но, да, то есть на самом деле, если смотреть вот так, то у нас интеджер является, там, подтипом, то есть наследование number, вот бокс от интеджера уже не является, у них нет прямой связи наследования, но при этом, там, допустим, у нас бокс от интеджера и бокс, то есть давайте так, у интеджера прямой родитель это number, да, у бокса от интеджера и бокса double прямой родитель это object, да. То есть если бы, допустим, у нас было, сейчас проговорим про это попозже, вот, что если у нас было бы так, что бокс от интеджера был бы прямым, точнее, у него родитель был бы бокс от number, так бы сработало. Собственно, у этого правила есть исключение в виде того, что мы можем передавать такие истории, только если у этих классов они находятся в состоянии из-за, то есть наследования. То есть, допустим, в случае коллекции. Вот у нас говорится о том, что array list implemented list, это понятное дело, что list.e implemented collection, то есть они получаются, у них есть эта связь. И вот array list от стринга по типу list от стринга. И это можно так делать. То есть если у нас есть generic, мы можем туда передать. Если у нас такая же связь была бы там box integer и box number, мы тоже самое могли бы сделать. Но если этой связи нет, то так передавать мы уже не можем. Box от integer, box от number? К сожалению, никак, потому что это один и тот же объект. То есть на самом деле класс один и тот же, но объекты типа очень сильно отличаются. Именно поэтому для этого и сделано. То есть казалось бы, у тебя есть коробка, но коробка с разными элементами, она совсем даже физически разная. А здесь у тебя получается, что есть некая абстракция в виде array list, точнее есть некий instance array list, который ссылается к абстракции листа, что в целом нормально. Отлично. Да, поговорим про wildcard. Кто знает, что это такое? Слышал кто-нибудь? Ну, отлично. Да. К прошлому, например, с короткой ремонтами, с счет по-русски. Да. А что с тобой в корректно? Чтобы это зарабатывало? Ничего. Вообще не обычно, да? Ну, нет, мы... Что? Обжиг-блокс поставить. Блокс-обжиг? Срабатывало бы? О, отличный вопрос. Срабатывало бы? Сработает? Да. А не шовы наслезают все. Да нет, так какая логика, если наоборот есть? Нет, на самом деле не сработает. Ну, понятно, потому что у вас, еще раз, у вас нет связи между бокс-интенджер и бокс-обжект. А если нет, 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 нет. Обжиг-блокс в плане... Нет, если здесь будет обжиг, то понятно, это не очень интересно. То есть, еще раз, у вас нет связи, да, если нет связи именно у верхнего объекта, то есть, если внутри у вас есть связь, там, то, что интенджер — это, там, подкласс номер, то нам в рамках, там, класса бокс это неинтересно. Нам нужно, чтобы самый верхний уровень класс бокс, да, который мы передаем, он имел у нас, там, они находились в наследовании с другим классом, который это принимает. И по-другому это не срабатывает. Еще вопросы здесь? — То есть, так вообще писать нельзя, да? — Так нет, ну, то есть, никак. Да, wildcard, что это такое? У нас там появляется вопросик, да, в таких угловых скобках. Значит, это, представляется, некий неизвестный тип, вот, для того, чтобы, там, в некоторых случаях не писать в дженерике, а писать, там, и передавать то, что мы захотим. Получается, он используется, может использоваться как тип параметра, как поле, так же, как локальная переменная, вот, но никогда не используется при создании инстеста. Сейчас мы это посмотрим. А, здесь что-то, ну, вот, да, как один из примеров. Вот, на самом деле, мы можем, там, этот wildcard закинуть более-менее куда угодно, причем еще указать дополнительно, какие у него есть ограничения. Ну, например, мы говорим о том, что если мы читаем, там, слева направо, что функция run принимает, там, box, да, с любым типом данных, который, там, extended number, да, то есть нам, в целом, здесь без разницы, что будет, нам не нужно писать здесь дженерик и так далее, то есть она никак не привязана, то есть wildcard, она не привязана к дженерику, вот, он, там, работает с ним вместе, вот, но, в целом, можем просто поставить вопросик, и Java машина сама разберется, вот, на самом деле, это очень удобная история для того, чтобы писать, там, очень абстрактные функции, которые принимают все, что угодно, вот, сейчас посмотрим, как этим пользоваться. Ну, и вот, например, да, мы, там, передаем бокс от интеджера, в целом, тоже все работает, и, там, бокс от какого-то класса, который является наследником, тоже все, все работает. Вот здесь, как раз-таки, очень важно, чтобы тип, который был внутри, он, как раз-таки, экстендил то, что внутри, да, то есть мы здесь не смотрим на самый верхний класс в бокс. Так, ну, вот, да, есть вторая история, как unbounded wildcards, вот, это история, когда мы просто объявляем, то есть не говорим, там, экстендс, ничего, просто говорим о том, что у нас есть вопросик, вот, допустим, у нас есть, там, есть лист, вот, у нас, вообще, здесь у меня есть пример, чтобы сразу был, вот, отлично, да. Вот, например, то есть мы эту конструкцию, вот, мы принят лист, говорим о том, что лист принимает, там, без разницы, какие объекты, да, какой у них тип данных, абсолютно без разницы, вот, дальше мы пробегаемся стандартным механизмом, там, в object, потому что оно точно может быть, точно будет object, и там вызываем, там, system out print и так далее. Вот, эту штуку очень разумно использовать, когда вам без разницы, какой тип данных, ну, например, когда вы хотите использовать методы object, да, там, не знаю, взять hash, там, сделать toString, ну, и так далее. То есть в целом знать, что это за тип данных нам не нужно, поэтому мы можем это использовать. Ну, и вторая история, это которая также не зависит от параметра типа, там, нам вызвать какой-нибудь, там, точка size и прочее, там, те методы, которые, опять-таки, никак не влияют, не работают с типом данных. Вот, по аналогии с extends есть lower, вот, мы тоже самое говорим о том, что мы хотим, чтобы наш тип был, там, не меньше, чем integer, да, в цепочке, и также пробегаемся и что-то с ним делаем. То есть тип нам особо не важен, важно лишь ограничение. Вот, отлично. Идемте дальше, значит, wildcard capture, это некая способность компилятора вывести тип данных, посмотря на код, да, что это значит, что вот когда вы работаете с дженериками, вы их расставили где-то, как-то с ними пользуетесь, потом компилятор начинает бежать, линковать все ваши типы данных и понимает, на самом деле, какой конкретно тип где используется. Вот вопрос, вот есть функция, она передает лист, да, мы хотим сделать одно очень тупое действие, взять первый элемент из листа и поставить его в первый элемент. То есть взяли и поставили. Впрочем, все понятно. Здесь вот подсвечено красненьким и типа код этот не компилируется. Вопрос, как вы думаете, почему? Ассет разве два? Что? Ассет разве два берет? Да, ну, смотрите, синтактически все правильно. То есть действительно у тебя get берет индекс и возвращает элемент, сет говорит о том, что в какую позицию и что за элемент я вставлю. То есть он вставляет и все сдвигается. Вопрос, почему эта штука не компилится? Предположим, с листом все в порядке. Может быть, он сначала сдвигает, а потом пытается обратиться к нему в интервью, который мы еще вставим? Нет, сначала выполняется внутри, потом выполняется наружи. Может, он вообще ничего не может делать, не зная какой тип? Да, отлично. Действительно, то есть вот здесь вот, когда мы берем, то есть у нас в листе не задан никакой тип данных, правильно? Вот здесь вот мы уже на самом деле, когда возьмем в compile, то есть когда уже, точнее, в run-time, мы получим некий объект с конкретным типом. Но в моменте компиляции, как здесь вставить непонятный тип данных, который мы не знаем, мы не можем. Поэтому типа он четко ругается и говорит о том, что я не могу здесь понять, какой на самом деле тип данных получится, поэтому вот тебе ошибка, ее исправляй. Вот, эту проблему можно решить. Да, вот компилятор не знает тип объекта на момент list.set. Так, дальше есть тоже какой-то пример. Вот, давайте тоже его посмотрим. Вот, мы создаем лист с типом test, вот, потом достаем из листа из кастема к объекту, да, то есть, казалось бы, здесь есть тоже типа объект типа test, да, мы пытаемся его вставить, но тоже не получается, потому что там в момент компиляции мы действительно еще, типа вот здесь вот точно мы не можем сказать, что вот этот объект, он является под классом типа test, да, то есть здесь нам уже там, типа, нужно явно по-другому кастить, явно по-другому присваивать, потому что иначе у нас просто не получится сделать, потому что в момент мы не понимаем, что за тип. А у нас, когда мы сделаем URL-лист, у нас нервы не должно быть нервы? Не, можно опускать вот эти штуки, ну, можно опускать, да. Да, вот, на самом деле, к предыдущему методу, если посмотреть, то как мы могли бы решить эту проблему? Вот, смотрите, вот у нас есть вот такой вот, вот, ровно та же конструкция, да, мы берем первый элемент и вставляем его, но, когда у нас здесь есть не wildcard, а generic, все на самом деле работает хорошо, да, потому что компилятор пробежался, поставил те типы данных, которые он знает, и здесь для него в целом без, ну, то есть, в целом уже здесь без ракета. Есть разница, потому что тип типизирован, да, и в моменте, когда мы сюда передадим, он уже будет знать, какой тип данных, вот. Хотя, казалось бы, вот здесь вот у нас еще generic, мы просто передаем его сюда в, ну, то есть, здесь у нас wildcard, передаем его в generic и тоже все начинает отрабатывать. Отлично. Да, давайте посмотрим, на самом деле, как компилятор видит, что происходит с вашими genericами. То есть, на самом деле, в generic это чисто такая синтаксическая вещь, после того, как компилятор пробежится, он это все выкидывает и приводит к определенным типам данных. Вот смотрите, значит, компилятор убирает все переменные типа и заменяет их на object, да, если unbounded, или на первый bound. Что это значит? Сейчас будет два примера. Вот первый. У нас есть там некий класс node с типом, с genericом t, дальше тут есть там t data, node t next и так далее. Получается, компилятор пробежал, увидел, что у t нет никакого баунда, да, то есть, у него нет никаких ограничений и просто там придел ему object, да, то есть, он заменил везде t на object. Вот, здесь то же самое, да, то есть, он опустил node, понял, что это от object, ну и, получается, пробежалось везде и все, больше никаких t для него нет. Посмотрим второй пример. Вот, предположим, у нас есть node, но теперь он экстендится от некого класса comparable, да, это там класс, который нам дает возможность сортировки, точнее, метод для того, чтобы сортировать наши данные. Вот, и также у нас все остальное расставлено. Вот, получается, компилятор пробежал, увидел первый bound, да, что у нас на самом деле, типа, должно быть comparable как минимум, вот, и вставил сюда comparable. То есть, в целом, получается, условия все не нарушены, потому что там для comparable мы можем передавать всех его детей и все зарабатывает, вот, и получается, что на моменте компиляции все типы расставлены, можно просто брать это, запускать и все зарабатывает. То есть, именно на этом процессе он понимает, где с типами данных, на что творится не так. Да, значит, что с ограничениями по работе с дженериками? Значит, первое, понятно, нельзя инстанцироваться с примитивными типами, да, то есть, когда вы, там, не знаете, box от int, так, не будет работать, нужно обязательно делать интеджер. Вот, сейчас здесь уже все будут. Нельзя создать instance-параметры, то есть, типа, там, вот, у нас есть generic e, то мы не можем сделать e равно new e и, как бы, и заработать. То есть, когда мы не знаем, какой тип данных, мы и не можем его создать. Вот, а также не могут быть статичные поля с параметром типа, вот, то есть, здесь мы не можем задать t. Как вы думаете, почему? То есть, почему мы у статиков не можем задать generic? Ну, потому что статик можно запустить еще до того, как что-то случится, а до того, как что-то случится, мы же не знаем, чему работать. Статик, потому что работает при первом вращении класса. И? И что? Не к объекту именно, мы не должны создавать объект. А когда, если мы не создаем объект, значит, мы не знаем, какой это тип. Ну, да, на самом деле, все очень близко. То есть, смотрите, у нас статик говорит о том, что мы никаким образом не зависим от экземпляра класса, да, то есть, мы, так, типа, относимся к типу данных. То есть, тип данных у вас generic, да, но все инстансы будут уже каким-то, с каким-то конкретным типом. И получается, что если вы создадите, там, мобайл девайс от интеджера, от дабла и так далее, то у вас вот эта конструкция просто теряется. То есть, у вас статик, по идее, должен быть, там, для одного класса, для одного объекта одним типом данных, для другого другим и так далее. Это, типа, в корне граничит с тем, что статик, то есть, он над объектами, он в типе, поэтому так делать тоже нельзя. Вот, какие еще есть истории? Вот, например, мы можем создать, там, экземпляр класса какого-то, сделать instance of от его наследника и получить true. То есть, мы берем, что, list instance of и relist. Мы точно можем сказать, действительно он наследник или нет. Почему так нельзя с типизацией relist-а, как вы думаете? Ну, потому что он не нашли, а не реалиста. Ну, это тогда был бы false, а не компайл-эрор. Кто final? Кто final? А что такое instance of, по-твоему? В чем здесь final? Что такое instance of, кто знает? instance of — это некая функция, которая проверяет, что является ли объект слева наследником объекта справа. То есть, когда у нас, допустим, есть, не знаю, integer и double, когда у нас, типа, integer instance of number, у нас вернет true, в основном вернет false. Вот здесь получается, что нельзя, потому что у нас лист, точнее, вот этот лист, да, на самом деле, действительно, все дело в том, что они у нас нет никакого наследования, да, и вот так, в прямую мы обращаться к ним просто не можем. То есть, у нас лист со стринга никак не может быть наследником и relist от integer, и, как бы, для того, чтобы нам это понять, мне обязательно лезть в runtime, мы можем это отловить в compile-тайме и пофиксить. Вот. Также мы не можем встать в массивы с генериками, вот, это было бы довольно странно, что мы создали, там, 10 элементов чего-то непонятного. Да, почему нельзя, как вы думаете? Чего? Да, на самом деле, действительно, у каждого типа данных, у каждого объекта выделяется разная память в системе, вот, и, получается, если мы не знаем, что это за тип данных, мы ее просто не можем выделить, и тогда все остальное не имеет уже смысла. Вот. Да. Да. Конечно. Почему нет? Так мы ведь можем еще в подлете выделять, сколько захотим. Что? Мы же в подлете еще можем выделять, сколько хотим. Еще раз. Не понял. Ну, там, потом, через 10 секунд еще гораздо больше памяти выделить. Мы же можем. Сначала надо. Нет, еще раз. Мы можем создать, мы можем создать. Просто на этапе компиляции, да, вам очень важно знать, что будет за тип. Вот, если, типа, у вас в какой-то послед... То есть, если у вас создание массива происходит раньше, чем там, допустим, подставлены типы, вы этого сделать не можете. Правильно? Ну, как вы это сделаете? То есть, если у вас, не знаю, вы public static quite main, параметризировали его там, буковкой t, создали массив на 10 элементов. Что Java с этим делать? То есть, откуда ему брать какие-то данные? Непонятно. Вот. И последнее, что на самом деле... Да. Почему мы не можем создать нейроэлистов, если мы не знаем, эти типы? Да, хороший вопрос. Смотрите. Вот давайте посмотрим на них. Они чем-то похожи, как вы думаете? Почему... Вот две конструкции. Да, давай. Ну, возможно, потому что реэлистов может быть реэлистов, а может быть реэлистов, а он на этапе, как объект. Что, что еще раз? Ну, реэлистов, вместо интернета, тоже может быть бомб. Другой же план, который он следует за эту бутылку. А так что он может не выглядеть, потому что он может другое количество памяти, и мы не будем память, что это нужно будет делать. Да, на самом деле... Да, вот. Когда мы говорили про generic subtypes, да, то получается, что у нас действительно, типа, один наследник к другому, да, то есть у нас, пусть у нас, не знаю, реэлист от интегера, и там, бокс от интегера, там, бокс от номера, это вещи, которые, там, не имеют в себе наследования, да, мы не могли создать, передать один в другой. Здесь, на самом деле, ровно то же самое, что мы вот на этом моменте, да, еще не понимаем, а какой тип данных в итоге мы можем тот докинуть, да, то есть, на самом деле, реэлист от интегера у нас может быть другой. То есть, как правильно-правильно сказал, что у нас есть, будет наследование, или, допустим, там, не знаю, родители реэлист от интегера к чему-то другому, да, мы создадим какой-то класс, который может наследоваться, допустим, делать экстенс от этого объекта, и мы можем его от этого прокидывать. То, действительно, мы также, получается, приходим в ситуацию, в которой написано выше, да, на самом деле, типа, ситуация очень похожа, в том плане, что вот мы до конца не понимаем, какой тип данных у нас будет. Ответил на вопрос? Нет, понятно или нет? Да, мы же тоже можем его передать. Ну, то есть, если у тебя есть связь между, там, допустим, здесь есть какой-то объект, в котором у него есть связь, да, наследование, то ты его тоже можешь передать даже в виде дженерика. Какая тебе разница? Если у тебя есть прямая связь, значит, мы все, что, все, что где можем закасить, можем передать. Вот, и получается, мы приходим ровно вот в эту ситуацию, когда здесь до конца тип мы, знаете, не можем. Так, а если мы не знаем еще тип, как мы можем, почему мы не можем создать массив на третье переменную, или нет, мы можем создать одну переменную? Мы не можем создать одну переменную? Ну, то есть, ты не можешь делать, вот смотри, ты вот здесь вот, вот, так тоже делать не можешь. Я же могу написать R-list в скобочках E. В чем разница? Она же тоже будет включать себя внутри, переменную типу E. Ну, можешь написать так, да. Так, а в чем разница, в итоге E-так, E-так будет создана переменная типу E? Смотри, ты, когда сделаешь new, да, хорошо, я понял. Смотри, вот здесь, да, здесь, вот ты, оператор new, да, смотрит, вот, вот как понять, какой здесь тип? Давай, вот как ему здесь понять, какой тип данных? По правой части. Ну, она не определена, как ему понять, какой тип данных? Никак. Никак. Как нам создать объект, не зная тип, да? Никак. С R-listом. Ты можешь сделать там new R-list, то же самое с R-listом. Ты не можешь сделать new R-list, да? От типа данных? Хорошо, я понял. Вопрос в том, что, почему мы не можем создать new R-list от чего-то, от типа данных, да? Да. Хорошо, вернемся к тому, к тому примеру. Вот, вот здесь вот, да, мы создаем, если мы здесь напишем T и выкинем, так можно делать или нет? Почему? Отлично. Вопрос. Ну, то есть, смотрите, еще раз. Нам очень важно понимать, какой тип данных мы создаем, чтобы выделить под него какое-то конкретное количество памяти. То есть, на самом деле, мы можем создать массив дженериков, но немножко не таким способом. То есть, да, здесь мы явно уверены, что я хочу создать, так не получится. То есть, мы можем просто взять некий массив и закасить его к дженерикам, так там попробовать сделать можно. Но в целом создавать объекты, о которых мы, типа, там дальше ничего не знаем, довольно плохо. Вот, то есть, мы можем там что-то передать, да, то есть, дженерик хорош с точки зрения того, что мы туда передаем какой-то объект, и там уже под этим типом данных мы что-то делаем, да. Мне кажется, почему мы можем создать один экземпляр, рейлист, а интеджер, но мы не можем создать десять таких. Мы же выделяемся на пару, под один экземпляр, ну, под один экземпляр. Вот, да, хорошо, вот это получается, как мы можем прочитать эту конструкцию? Создай. Создай. Десять новых списков типа int. Десять новых списков типа int. Отлично. Вот получается, у нас внутри, да, когда мы создаем, допустим, один элемент массива, у тебя получается, что ноль, чего у тебя, пустой массив, да, там все понятно, мы создали, можно туда докидывать. А теперь, когда мы создали десять, в чем проблема? Проблема в том, что, казалось бы, типы данных у нас есть, вон, интеджер, да, мы создали, да, так, давайте нарисуем, я понял. А кто, а кто верит, что это скомпилится? Да, на самом деле мы можем, давайте мы сделаем еще проще, давайте мы посмотрим ошибку, несколько, нет, давайте проверим, мы же любим, давайте сделаем вот так. Так, как мы будем это проверять? Да, давайте мы возьмем здесь generic, да, и, например, создадим ta. Так, давайте мы сохраним все это дело, назовем main.java. Так, отлично, давайте мы это скомпилим. Все, скомпилилось, да? Отлично, давайте мы теперь делаем здесь функцию какую-нибудь. Точнее, как это вообще, да, работает? А как мы потом в main будем передавать? Что? Да, как мы потом в main будем передавать, тип, если я вас вверх не буду. Проблема? Да. Ну, создадим main-main. Вот так можем сделать? Как вы думаете? И вот так вот примет еще. Вызовем, нет? Ваши варианты. Ваши варианты. В чем проблема? Чудеса, сработало. Давайте мы запустим. Ой. Ну, давайте, например, system.out.println. Я забыл распечатать. Самое интересное я забыл. Классный. Что? Ты елки. Да, отлично. У нас null. Понятно почему, да? Мы приезжали сюда интежер. Все, он стал, типа, у нас на самом деле типы стали вот такие вот, да? Так, давайте теперь сделаем вот здесь вот. Создадим, допустим, новую переменную. Можем? Вот что дальше писать? Вот так? Получится скомпилиться или нет? Давайте посмотрим, почему. Как компилятор это говорит? Отлично. Смотрим. Он говорит, типа, unexpected type. То есть я не знаю этого типа. И говорит о том, что, типа, нашли какой-то параметр, и я не знаю, что с ним делать. То есть, txt.declared.inclass.main. Все, отлично. Вот если мы, допустим, теперь давайте возьмем arraylist, да, от integer, и сделаем ваш вариант. Только от t. Вот здесь от t. Да? Не надо, от t. От t точно не получится. От t не получится. Или получится? Мы не хотим. А вы вообще грязь-то делаете. Хотя, с одной стороны, никто не знает, что такое. Вот так? Вот так. Вот тоже никто. Ну. Ну, типа, да, говорит, array, generic. Ну, то есть, типа, да, смотрите, то есть у вас на самом деле... А если да? Ну, то есть давайте так, у вас на самом деле вот это вот, эти случаи очень похожи. То есть вы на самом деле действительно можете передать вместо arraylist что-то другое. Почему нет? У вас же это не запрещено? То есть у вас arraylist от integer, да? То есть у вас arraylist что такое? Это generic, правильно? Ну, то есть давайте вот мы можем... Нет, идея не открыта. Ну, ладно. То есть у нас на самом деле arraylist — это класс, который внутри себя принимает некий generic t, который мы сейчас в рамках нашей программы подставили туда integer. Да? Отлично. То есть получается, что если мы возьмем arraylist от integer и туда подставим что-то другое, что является наследником, да, например... Вот давайте попробуем поэкспериментировать еще дальше. Давайте мы здесь отдадим класс. Какой-нибудь... Ну, b. И заэкстендим его вот от arraylist. Так можем сделать? Отлично. Вот если мы теперь сделаем u, b здесь... Скомпилится? Нет. Почему? Ответ правильный. Да, ну, все отлично скомпилировалось. Да, вот теперь если мы поставим здесь b, ну, типа проблемы будут ровно те же самые, да? И ровно из-за того, что мы там могли вместо b сделать что-то другое, подсунуть, и так же было бы непонятно, с чем мы работаем в момент того, как это начнет исполняться. А, может быть, надо каждый из них по отдельности создать? Нет, вариантов нет, конечно. Нет, вариантов можно... То есть нет, давайте так. Сделать можно все. Вопрос просто, как это все уместить там в концепцию, которую вы пишете, да? То есть сделать вот так, к сожалению, не получится. Надо думать, как это сделать по-другому. Давайте сейчас закончим и поэкспериментируем, хорошо? Там можно просто начинать делать рейлисты от рейлистов. А, ну, собственно, да. На этом все? Вот, сейчас пойдем, да, поэкспериментируем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...